Аврора на линии в прямом эфире У микрофона политический обозреватель Федор Бирюков В студии у нас историк, кандидат исторических наук и преподаватель МПГУ Алексей Синелобов Алексей Павлович, здравствуйте Здравствуйте А на связи у нас другой знаменитый историк, писатель-издатель Александр Колпакиди Сейчас он скоро к нам подключится И мы начинаем анонсированную и давно ожидаемую программу, посвященную как раз казусу Центра Ильина Который открылся под эгидой РГГУ Открылся он не сегодня, не так давно, но не на этой неделе Но именно сейчас конфликт перешел из академической среды в состояние общественного резонанса И будем разбираться, что происходит Ну и конечно же, учитывая состав наших участников Это будет безусловная кровавая баня, интеллектуальная резня И в общем, настоящее интеллектуальное шоу Поэтому будет интересно Приветствуем тех, кто подключился только что Но мы эту тему затрагивали на нашем канале совсем недавно Когда Алексей Павлович с Ульяной Максименко про Ленина здесь разговаривали А теперь от Ильича до Ильина дошли Итак, напомню суть проблемы В РГГУ разгорелась локальная гражданская война Студенты протестуют против создания под эгидой ВУЗа учебно-научного центра Высшая политическая школа имени Ивана Ильина Под руководством доктора политических наук Александра Дугина Существует петиция, в которой сказано, что философ Ильин Цитирую Потворствовал деятельности немецко-фашистского режима Оправдывал преступления Гитлера Противостоянием с большевизмом Писал о необходимости русского фашизма Конец цитаты Поэтому научный центр не должен носить имя Опять цитата Сторонника фашистских идей Поддерживают гуманитарных антифашистов И многие представители левого политического фланга В свою очередь ректор РГГУ Александр Безбородов В беседе с изданием Коммерсант Заявил, что публикация петиции осуществлена в интересах украинских спецслужб Иван Ильин никаких фашистов и нацистов не поддерживал Вот такие вот страсти нешуточные Ну, конечно же, стоит ли напоминать, что В общем, Ильин стал известен тем, что Его цитирует периодически в своих речах президент Владимир Путин С этого, собственно, и такая новая популярность Ильина началась Алексей Павлович, вам в руки бензопилу Ну, лично для меня никакой новостью не стало Это распиаривание этого патриота земли немецкой Почему? Потому что это последовательно, абсолютно логичная штука Со времен Горбачева и перестройки Придавать свою родину стала профессией Очень хорошо оплачиваемой На Западе всегда это вызывало огромные аплодисменты И Беловежские соглашения – это предательство И все эти разбазаривания наших природных богатств Всей богатейшей советской промышленности – это тоже предательство и воровство И поэтому, когда сразу начались вот эти замены антиподов Нам не нужен Фрунзе, нам нужен Врангель, нам не нужен Карбышев, нам нужен Краснов, нам не нужен Ленин Давайте фанеркой закроем и вот давайте достанем этого маньяка озлобленного Но здесь речь идет вот о чем Речь идет о том, что нет никаких сомнений, что, во-первых, он фашист Во-вторых, он предатель И фашизм, я напомню, осужден был Нюрнбергским трибуналом И у нас в законодательстве есть подобного рода статьи И любые попытки, под каким бы соусом они ни проходили Это даже юридические нарушения всех этих норм Почему? Потому что он своим словом служил режиму Который в годы Великой Отечественной войны на территории нашей советской страны Проводил целенаправленный геноцид, уничтожение советского народа И здесь мне не совсем понятно Я лично на стороне неизвестной никому, может быть, замученной белорусской семье Нежели чем вот мне рассказывают, что он великий философ Мне какое дело, кто он? Может он гармонист, может он сапожник Какой разница, кто? Вот я вот лично на стороне белорусской семьи Я немножко застал своего деда фронтовика Он у меня был человек такой очень сдержанный Никогда не кричал про коммунизм, про Сталина Но, как и положено было в советские годы Он пошел воевать, служил в лейтенантах Занимался, он был военным инженером Форсировал Днепр, строил понтоны Поморозил нафиг себе все ноги И всегда был горд тем, что он плечом к плечу С другими вместе также спасли тогда страну И здесь мне абсолютно непонятно Когда мне втюхивают вот этого персонажа И начинают там что-то ласкательно говорить Что нет, 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 это не такой же, как Бандера Это вот наш, он духоскрепный Он правильный, он мудрый У нас вообще какое-то странное существует Перевернутое представление Что писатель, философ, артист Он обязательно должен быть умным Обязательно должен быть нравственным Это абсолютно разные вещи И поэтому здесь вот этим своими Прекрасный тез, давайте это отметим Философ может быть глупым Да, философ Философ это философ Философия не надо засмешивать И не надо всех служак, олигархии, власти Записывать философы Философ это штука такая, другая совсем абсолютно Вот, поэтому тут, ну и с одной стороны В общем-то с точки зрения развития динамики Этего процесса, ну меня лично это не особо удивило Это достаточно последовательно вытекает Просто тогда жупел использовали Солженицына Например, годы перестройки и всех прочих фантазеров Вот теперь времена такие, что нужно использовать это И еще, здесь мне вспоминается Я когда читал, как спецслужбы США Разводили, использовали всю эту советскую эмиграцию С 70-х годов, всех этих обиженных писателей А вот он там, один из шпионов Очень хорошо сказал Что я буду использовать любого подонка Главное, чтобы был антикоммунист Вот, на мой взгляд, сегодня это и происходит И если бы можно было колобка натянуть Антисоветчикам каким-то Я думаю, что использовали бы и это Поэтому это в первую очередь Вот, абсолютно антисоветское Абсолютно анти Это бьет по нашей исторической памяти Это коверкает, искажает антиисторическую память Ну а самая главная цель и мотивация Это понятно Подлить немножко бетончика Под власть олигархов Сохранение такой же абсолютно модели Колониальной экономики Периферийного капитализма Эксплуатации И всех прочих вещей Поэтому, как вы там не называете Не называйте Предатель, он, как там у Владимира Семеновича Да, он на все времена Он и остается всегда предателем Что бы там ни менялось И что бы там ни происходило Это вот лично мое такое мнение И, кстати говоря, когда вот эта петиция появилась Да, тут же стали убрасывать Что, дескать, там все это Студенты либеральные Что они все, значит, вот на какие-то там Шпионы и прочее Что все против России Ну, сейчас, в принципе, да Вот все к этому идет Скукоживается С какой бы стороны ты ни критиковал Ни с правой, ни с левой И ты обязательно, значит, агент сатанинской НАТО Вот, ну да, да Вот оно, к сожалению, вот у нас так происходит И, к сожалению, к сожалению, опять же Вот сколько, ну, цитировали уже Все, по-моему, уже выучили Все его статьи, да Там самые первые Там еще 28-го года Когда, собственно, Гитлера у власти нет И последние, там уже 48-го Когда уже капитулировала Нацистская Германия И песни все те же Это абсолютная ненависть Причем Вот здесь вот не надо смещать Это ненависть не к Сталину Это ненависть именно к советскому народу Как таковому Вот это вот самое главное И именно поэтому Поэтому Никакого здесь оправдания быть не может Я еще раз повторю Что я все целы на стороне Вот этой неизвестной, может быть, никому Замученной белорусской семье Чем вот этого якобы там Какого-то великого философа Александр Иванович, подключайтесь К нашей беседе И, ну вот, не могу разделять оптимизм Алексея Павловича Что все читали Ильина Наверное, большинство не читали И понятия не имеет Давайте напомню о исторический путь Как он появился Я помню, значит, что он вначале начинал Еще с изучения гегелевской философии Был студентом-юристом В связи с этим вспоминаются строчки Нашего современника, московского поэта Александра Лаэрцкого Гегель в чем-то был неправ С Фейербахой, сука А, впрочем, кто их разберет Философов сраных После октября, значит, этот Ильин Не принял революцию И в конце концов отправился На философском, на минутном философском Проходе, да, из страны Этот момент отражен в сериале про Троцкого, кстати Что как раз там беседа Ильина и Стротским Ну вот, давайте кратко осветим С вашим мастерством таким Вот, и со здоровой долей юмора Что же, кто же такой Ильин И почему он сегодня Вновь на гребне, значит, информационной волны Чепушило Если говорить точнее научным языком Шлемазл натуральный Помедленнее студенты записывают Да, всю жизнь Не мог заработать себе на жизнь Что называется, да В эмиграции Кормился на деньги немецкого правительства Потом, когда он работал там В таком институте По изучению России Когда всех его товарищей Причем, ну, которые вот На этом упомянутом вами Корабле дураков Выслали большевики в Европу Всех его товарищей Причем не только евреев Но и русских Их нацисты разогнали Его сделали директором Его сделали директором Потом, значит, он стал вице-директором Потому что директором стал его друг немец Адольф Эрт Этот нацист с 31-го года еще Самый главный антикоммунист Пропагандон Вот в нацистском движении В Германии Они с Ильиным Вот Ильин, знаете, был такой человек Очень неприятный Ему помогали, да То есть все Ценили его как такого Антисоветчика, антикоммуниста Но друзей у него, вот, собственно говоря Не было Были ученики Причем многие из них потом стали НТСовцами Служили немцам Потом американцам Вот, как бы, учитель научил И вот этот Адольф Эрт Я так внимательно изучал биографию их обоих Это реально человек С которым они были вот друзья Что называется Но они не просто друзья Они соавторы Они соавторы Он его обеспечивал работой Заработком и так далее Он, помимо того Что был главным пропагандистом Автором таких вот Главных антибольшевистских Антисоветских книг Они оба на пару И за это Ильина и ценили Собственно говоря Этот Адольф Эрт Еще вместе с Ильиным Возглавляли такую организацию Антикоминтерн Которая тоже входила В ведомство Геббельса Кстати Вот после прихода Нацистов в власти Вот этот институт вошел Вот в это Министерство народного Просвещения Пропаганды Которого Возглавлял доктор Розеф Геббельс И вот эти Значит Два друга Модели подруга Они поначалу У них дела шли хорошо Но потом Когда нацисты Озверели Ну Надо сказать Что нацисты У нас идеализируются Несколько После фильма Особенно 17 новенья весны На самом деле Это же быдлото Это хуже наших Черносотенцев Быдлото И Ильин То фашист Но он Не черносотенец Он черносотенцам Относился Крайне негативно Именно За их Быдлотость А он Сторонник Такого Аристократического Фашизма В чем Они с Дугиным Пересекаются Вот сейчас Все говорят Вот Дугин Его ругал Ругал Да ругал Потому что Плохо знал Его взгляды А сейчас Я думаю Дугин его Очень даже Оценил Они пересекаются В том Что они сторонники Сословного Сословной Организации Общества Вот царь Вожди Жрецы Куда они себя Оба относят Высокооплачиваемые Причем Не какие-то шестерки Как сейчас у нас А Это Воины И вот это Как они там Крестьяну Короче Быдлото Помните В свое время Были такие В царской России Распространены Карикатуры Такие Вот внизу Люди пашут Потом Торгуют Потом танцуют А наверху Царь сидит На троне Вертикаль В лаксте Да вертикаль Такая была Очень много Было в царской России Вот таких картинок И я думаю Что вот это Их сближает Они Значит Себя относят К жрецам Ну Я не знаю Какого происхождения Александр Гилевич Но Ильин по праву Да Он из очень Такой Раскратической Семьи Мама его Луиза Швайкерт Фон Штадион Имени Ленина Вот Кстати Он Писал В своем Германии Он перешел На немецкий язык И стал там писать В основном Немецкий Ну платили за это И вот Он писал Разными псевдонимами В том числе Основной его псевдоним Это Юлиус Швейкерт Это имя его деда Он никогда не брал себе Псевдоним Иоганн Что интересно То есть у него был псевдоним Альфред Норман Ганс Грау Карфон Бребесаус И так далее То есть у него Там целый ряд немецких Но он никогда не подписывался Иоганном Значит И еще студентам Его Однокурсники Называли немцем Ну потому что Действительно Тут даже не в Гегеле Ну и в Гегеле Наверное тоже Гуссер Хайдегер Его любимые философы Значит А А в том что В нем было много Вот этого немецкого Вот этого Чванства Вот этого Фанабери И так далее Он был Он был Вот кстати говоря Вот сейчас стали писать Что он очень похож на Ленина А их сближает И то что Они оба были Жуткие любители Гегеля И даже Ильин написал В целом Неплохую рецензию На Главный философский труд Кузьмича Материализм Эмпериокритицизм Будь он не ладен Да А Сталин по этому поводу Сказал Мы тут в подполье Загибаемся Сил никаких нет А он там философские книги пишет Да что это такое И Ну Не важно Тут не в Ленине счастье Как говорится Но у Ленина Как ни крути Он конечно не Ален Делон Да Но у него симпатичное Русское лицо А посмотрите На портрет Нестерова Естественно Комплементарный Ильина Противная Какая-то Птичья рожа Да Ну и как бы вот Детей у него не было С женой непонятно Он жил и не жил Потому что еще в молодости Они там к Фриду обращались Что-то там за советами Какими-то Ну короче Какая-то тухлая Семейка И Я думаю что Вот это Вся его жизнь Жизнь такого Чепушилы Шлемазера Да Который Смани величия Он всегда Он готовился к лекциями Перед зеркалом По нескольку раз Репетировал То есть он не был Вот как Троцкий там Или еще кто-то Такой вот Импровизатор Да Такой вот Самовлюбленный Персонаж Да Такой Ну Видно девочки На него внимание Не обращались Такой рожей И так далее Да И вот этот персонаж Всю жизнь Как только Оказался Да Жил за немецкий счет Потом значит В Швейцарии Какая-то Богатая женщина Вот ищу уже Много лет Ее биографии Какая-то Гражданка Борейс Якобы жена Какого-то Крупного промышленника Содержала его Все годы Вы представляете Посторонняя Абсолютно Женщина Значит У которой Взрослые дети Судя по переписке Значит Она его похоронила Потом жену Похоронила Значит Которая его Сильно пережила И вот Кто это До этого Там были Все время Какие-то Спонсоры Вот например Знаменитую Его книгу Сопротивление Злу Силой Ему Заказал И оплатил Барон Фон Кеппин Такой Один из Братьев Барона Фон Кеппинов Руководителей Русской Монархической Эмиграции Потом Потом его Финансировал Такой чешский Антикоммунист Антисоветчик Первый президент Карел Крамарш Такой Ну короче Да Ну естественно Пишут только Про Рахманинова Потому что Рахманинов Действительно Великий Человек Я до сих пор Вспоминаю С каким удовольствием Я играл Прилюдла Рахманинова Это действительно Нечеловеческая Музыка Для настоящих Мужчин Девочка Не сыграет Но Рахманинов Как и Сикорский Они были Такие Жуткие Антикоммунисты С таким Даже нехорошим Черносотиным Подкладкой И А действительно Они ему Помогали Да Но в основном Его содержала Вот эта гражданка Берайс Да Да И что же Случилось с ним В Германии Почему в 38 Году Он вынужден был Оттуда Переехать Швейцарию Вот я сказал Уже начал Не докончил Как всегда Меня мысль увела Значит Эти нацисты Обратили внимание А там контролировали Книжные магазины Что он заказывает Книги о масонстве Да Пришли к нему Короче С обыском Изъяли эти книги А когда он пытался Им объяснить Что это ему надо Для разоблачения Коммунизма И масонства Они ударили его Ногой в зад Да Я не знаю То ли они ему Копчик повредили То ли у него Геморрой был Но он жутко Обиделся Просто жутко Значит Ну вы помните Вот был фильм Про Бунина Там тоже его Также нацисты Оскорбляют Да И вот Ну такие вот Фашисты Нацисты Да Поэтому я тут Хочу ввести Пусть на меня Не обижаются Там противники Илина Он конечно В нацизме Разочаровался Сначала Когда ему Дали в копчик Потом Когда Он увидел Что они творят На территории России Кроме того Его не устраивало Их то Что они Преследуют Ну конечно Не как Зеленский Православную церковь Но все равно Они достаточно Враждебно Относились К церкви Его не устраивало Это Он был фашистом В чистом виде Вот почему Его так Любит наша власть И это Нехорошо Потому что Вот этот Это я еще Заметил Несколько лет Назад Как стали Тихой сапой Подбрасывать Что да Нацизм Это ужас Они там Концлагеря Русских Там Еврейцев И так далее А вот Эти-то Итальянцы Они же спокойно Относились К еврейцам Эти В Испании В Португалии Вообще там Их целовали Франко Вообще неизвестно Какого происхождения Вот это Нехорошая черта Это Нам Стране Которая борется С нацизмом Фашизмом Стране Которая Борется за то Чтобы На Украине Была свобода Свобода партии Чтобы Как вот сейчас Запорожье Я сегодня читаю Восстанавливают Памятник Ленина Сами люди Да И мы что Будем этого фашиста Сейчас прославлять Как-то из него Делать икону Да Да Не нацист Разочаровался Да Сильно ударили Ну Знаете Немецкий сапог Это вам не наша кирза Да И Ну и что Фашист И именно за то Что он фашист Сторонник вот этого Сословного деления Да Они его так и ценят Потому что Вы знаете На Рублевке Вот у вас там Сейчас плохая погода А на Рублевке Тридцать градусов Пожалуйста Вы хотите Вы хотите его любить Он у вас там На полочке стоит Читаете на здоровье Да Но нехорошо В стране Которая Победила фашизм В том числе Итальянский Нехорошо В стране Где воевала Голубая дивизия Правда В хорошем смысле Этого слова Голубая Да Нехорошо Значит Прославлять Фашиста И Тем более Для меня Непонятно Очень сопереживаю Сочувствую Александру Гелевичу Но мне непонятно Как такой человек С такими Мягко говоря Изменчивыми Переменчивыми Взглядами Да Ну может Что-то Серьезное Здесь занимать Претендовать На роль идеолога И так далее Да Ну Это не Это Ну не Хайдеггер Так скажем Да Это даже не Фром Какой-нибудь Это Просто Немножко Такой Вот Типа Бердяева Такой Попса От философии Попса От философии И больше Ничего Причем Обратите Внимание Ведь Власть наша Она Несколько раз Упоминала Ильина Но один раз И Бердяева А Бердяев-то Признал победу Советского народа В Великой Отечественной войне Повесил Красный флаг У себя Над домом И умер Кстати Под красным флагом По-моему Даже гражданство Получил Перед смертью И вот Я думаю Что у нас Конечно В нашей стране Философия Всегда была Слабенькая Вот как у нас Флот был Не очень Так и философия У нас какая-то Такая И то что Вот этих Религиозных философов Всех этих Великих Нахрен Никому не нужных Ни в одной стране Всех этих Бердяевых Отцов Булгаковых Этих Изгоевых Этих Шестовых Этих Гершинзонов Не к ночи Будет Помянут Всех Их Сейчас Насаждают Через Вузы Студентам Как картошку Петр Первый Это нехорошо Потому что Картошка Это полезная вещь Это спасительная Была вещь Для русского Крестьянина А вот эти Для чего Они нам Кому Они нужны Кто В мире Знает Гершинзона Кто В мире Знает Изгоева Кто В мире Немножко Знают Бердяева А остальных Никто Не знает Они Не внесли В мировую Философию Ничего Тот же Ильин Считается Третичным Гегельянцем Да И кстати Говоря Ленина Изучают Сорбонни Он Входит В обязательный Курс А Ильина Нигде Не изучают Кроме наших Вот этих Чепушил Философов Еще раз Пользуясь Случаем Призываю Закрыть Нахрен Все Кафедры Философии Философов Разогнать Все деньги Которые Тратят Государство На философию Пустить Больным Детям Прекратить Показ Этого По телевизору Это позорит Нашу страну А Ну конечно Если Не сделать Этого Если не Пустить туда Деньги Которые тратятся На этих Чепушил Безусловно Надо показывать И надо Собирать Деньги Призываю Всех Пока Философов Не разогнали Деньги Жертвовать Потому что Это конечно Ужас Что творится В нашей стране И это Ужас Вот который Хотел Ильин Вот это Результат Ильина У нас У власти Уже 25 лет Сторонники Ильина Ельцин Бедный Он конечно Этой фамилии Не слышал А если бы услышал Значит Забыл И еще хочу сказать Да Был второй Ильин Не Ленин У Ленина Как известно Был псевдоним Ильин Да Один из самых Его популярных А был еще Другой Профессор Философии Владимир Ильин Который Который Жил В Париже А во время войны Приехал В Берлин Как бы Они наоборот Разминулись И вот этот Ильин Был жуткий Фашист Жуткий Нацист Жуткий Пропагандист Но после Сталинграда Одумался Сбежал Обратно В Париж 10 лет Как мышь В норе Сидел То есть Эта фамилия Какая-то Немножко Странная Ну знаете Хочу сказать Несмотря на то Что мама У него Луиза Швейкер Фон Штадион Имени Ленина Но у него Был брат Например Младший Алексей Совсем молодой Умер В Сибири Надорвал здоровье Этот брат Его был Революционер Он командовал Дружиной Во время Московского Восстания Казанской Железнодорожников Казанской Железной дороги Он ввел Рабочую школу На заводах Умер К сожалению Рано Подорвал здоровье В Сибири Он был Юристом Помимо того Писал Книжки Статьи о самоуправлении То есть Вот видите В одной семье Какие разные люди Но он К сожалению В тринадцатом году Вот От этой Болезни своей Скончался Какие разные люди В одной семье От одной матери Швейкер Фон Штадион Имени Ленина Поэтому я думаю Я думаю Что надо Понять Главное Тут речь идет Не только о борьбе С нацизмом Тут речь идет О том Какой выбор У нашего общества Какой выбор Вот этого Сословного государства Которого Никто не обещал Или Социального государства Которое прописано У нас Везде Ильин И социальное государство Несовместимы Потому что Ильин Был сторонником Аристократического Правления Сословного Для него Даже черносотенца Это быдло Понимаете То есть В этой форме Православие Самодержавие Народность Народность Его категорически Не устраивала Что бы он там По этому поводу Не писал И посмотрите Вот Конечно Он не только писал Там о фашистах Он писал много Там о любви Культур-мультур Духовности И так далее Понятно Что 99% Написано Именно об этом Но А какая Духовность У нас сейчас Какая Вот в Советском Союзе Который он Ненавидел Ненавидел Да Рвоты Ненавидел Да Советский Союз Вот духовность Была Там была Настоящая Духовность Там был Шолохов Там был Леонид Леонов Там был Шостакович Там был Кабалевский Там был Тендряков Там был Нагибин Там чего только не было Там были Служили два товарища А Какая Духовность у нас С Ильиным Где она Где Какому полковнику С обыском Не придут Или 5 миллионов Долларов Или 50 миллионов 50 миллиардов Рублей И хоть бы Один Томик Ильина У них Нашли Этого Даже Нет Да Хоть бы Один Томик Ильина Нашли Вы знаете Поэтому Еще раз Говорю Классовая Борьба Вы помните Войкова Хотели Переименовать Станцию Войковская Мы тогда Отстояли Потом Манергейма Доску Повесили Позор Позор Вообще Это Немыслимый Первые Лица Государства Вешали Потом Значит Это Врангелю В прошлом Годе Хотели Этому Черному Барону Карателю Памятник В Ростове Да Теперь Это Но Я думаю С Ильиным Будет Очень Сложно Очень Сложно Вот Поверьте Насколько Я понимаю Нашу Власть Она Не Не Любит Признавать Свои Ошибки Будут До конца Тут Поэтому Чем Больше Людей В этом Будет Участвовать Тем Лучше Я думаю Что Все Должны Выступить Честные Люди Смелые Люди Честные Историки Должны Выступить По этому Поводу И я Смотрю Не только Левые Выступают Но даже Выступают И люди Отнюдь Не Левых Взглядов Потому что Это Действительно В стране Где Погибло Там От 20 До 27 Миллионов Людей Где Инвалидов Миллионы Были Без рук Без ног Без глаз Люди Да Прославлять Человека Который Сыграл Определенную Роль При ходе Гитлера К власти Который Всю жизнь Оставался Фашистом И кстати Вот У нас Ничего не Говорят Что он После войны Там Писал По поводу Нападения НССР Атомной Бомбы И так Далее Это Как-то Осталось За кадром Солженицыну Натянули Сову На глобус А этому Ничего Так А он Как раз И научился Солженицына Он Чем-то Этому Хмыренку Нахмырято И накапал Именно Ильин Этот Юлиус Швейкер Кстати Дедушка Его Был Этот Как они Врачи Лечат Какими Гепатологами Гомеопат Тоже Весьма Интересно Да Причем Известный Гомеопат Такой Вот Дедушка Людей Лечил А этот Мозги Калечил Вот Вся Разница Я Очень Надеюсь Что Вот Эта Штука Сейчас Не пройдет Очень Хотел Бы В это Верить Потому Что Власть Насаждая Ильина И Дугина Стреляет Себе В ногу Власть Превращается В унтер Офицерскую Вдову Которая Сама Себя Высекла Нельзя Этого Делать Мы Воюем С фашизмом Там Прошла Декоммунизация Там Убивают Людей В тюрьмах Там Исчезло Огромное Количество Людей Там Запрещены Все Партии Оппозиционные Все СМИ Оппозиционные Там Церковь Православную Александр Иванович Вы же Сами Говорили Что Нынешняя Власть Сторонница Скажем так Сословного Общества И вот Эту Вертикаль Которая Изображалась На дореволюционных Картинках Они и строят Но Хорошо Что они Так Проявляются Ведь Хуже Было Если Мы Думали Что У нас Здесь Новый Советский Союз А на самом Деле Они Небо Там Тихо Исапа Эту Сословную Иерархию Выстраивая Так Все Очевидно И даже Демократично Сделали Кафедру Петиции Обмен Мнениями Историю Заодно Вспоминаем Больше Пользы Чем Вреда В этой Ситуации Мир Театра Люди Актеры Мы Должны Знаете Есть Американский Фильм По Пьесе Чехова Вишневый Сад Где Концовка Другая И Мы Должны Тоже В этом Спектакле Концовку Изменить Надо Не дать Лопахину Вырубить Вишневый Сад А построить Там Колхоз Имени Грудинина Чтобы люди Крестьяне Там Жили Прекрасно Чтобы Их не Пороли На конюшне Чтобы Все Были Довольны А Лопахина Этого Ногой Под зад Я думаю Что Вот Все Зависит От нас Все Зависит От нас На нашей стороне Правда Вот Мне Очень Горько Вот Я Прочитал Что Гаспарян Выступал Там В защиту Илина Мне Очень Горько Что Вот Люди Так Себе Ведут Вот Когда Была История С Войковской Он Выступал Абсолютно Честно Справедливо Вот Ну Нормально Выступил Тогда Полил Грязью Ну Документы Представил И так Дали Убийцу Войкова Этого Мерзавца Происходит Вот Для Меня Конечно Вот Это Неприятно Что Наша Страна Превращается В пьесу Эжена Ионеско Носороги Вот Эта Любимая Пьеса Моя Была С детства Как В воду Смотрел Что Придется Вот В этой Пьесе И доживать Но Я думаю Что Мы Как Герои Этой Пьесы Не Должны Сдаваться Мы Не Должны Сдаваться Мы Не Должны Россия Чтобы Ее Сдать Каким То Проходимцам Ничтожеством Мы У России Огромная Роль Это Не Достоевский Придумал Это И без него Понятно И Поэтому Мы Должны Достойны Наших Прадедов Дедов И так Далее Вот Собственно О чем Речь Спасибо Александр Иванович С нами На связи Был Александр Колпакиди Историк Писатель Издатель Мы Продолжим Я Представил Себя Картину Что Высшие Силы Прислушались К Александру Ивановичу Они дали Вырубить Вишневый Сад Открыли Там Колхоз Имени Ивана Ильина Конечно И все По новой Начинается Похоже Ведь так Иной Происходит Есть Одна Важная Вещь О которой Обязательно Нужно Сказать Я Обязательно Убежден Что Это Был Еще Очень Важный Внутренний Вброс Рассчитанный На Профессорско Преподавательский Состав На Культурные Разного Рода Учреждения Почему Потому что Сейчас Огромное Количество Карьеристов Огромное Количество Конъюнктурщиков Начнут Эту Тему Всячески Развивать Писать Диссертации Которые Я думаю Что Будут Абсолютно На ура Начнут Проводиться Разного Рода Все эти Жопа Часы Конференции Обсуждения Все это Будет Огромная Печать Все это Будет Обязательно Издаваться Огромными Тысячными Тиражами И так далее Я думаю Еще сделано Это для этого Причем Потому что Я сам Своими глазами Наблюдал Как в 90-е годы Многие Из моих Однокурсников Поднимались На Белогвардейской Все этой туфте Это был Вообще Блестящий Социальный лифт Вот Напиши Там что-нибудь Побольше И все сразу Тебе будет И площадки Тебе будут И тиражи Тебе будут И издания Тебе будут Мне кажется Что здесь тоже Таким образом Прощупывается Вот Как бы Такая негласная Приманка Можно Можно Давайте Я думаю Что на это Во многом Тоже еще Рассчитано Потому что Ну Оксан Иванович Может быть Немножечко Не в курсе Я просто Поскольку В этой системе Варюсь Вы не представляете Насколько И сейчас Уже Процент Морокобесия Процент Вот этой Всей Клирикальной Сивухи Он уже Ну Просто Уже Тошнит От него И если Сюда еще Вот это Вот Конечно Добавят И к сожалению К сожалению Да Вот Так получается Что Многие Найдутся Многие Найдутся Желающие На этой Теме Подняться Желающие На этой Теме Заработать Какой-то Свой Гешефт Какие-то Там Еще Прочие Разные Вещи Поэтому Мне кажется Что здесь Наверное Еще и Таким Образом Тоже Вот Прощупываются Вот эти Вот Все Поляны Тем Более Сейчас Вот на примере Этого ректора Ну Я не буду Ругаться Скажем Прямо Что Уровень Образования Не очень Уровень Нравственный Вообще Никакой Моральный Вот Поэтому Конечно Берут Под козырек И Будут Конечно Выполнять Все это Дело На ура Вот И Разумеется И что Самое Еще Печальное Что К сожалению К сожалению Заболеют Просто Люди Недостаточно Образованные Им просто Повесить Лапшу Которые Ну В силу Разных Причин Не читали Не идейные Не знают Вот Потому что Опять же Вот это вот Соревнование Абсолютно Нечестное И несправедливое Потому что Всякая Гадость Издается Всякой Гадости Даются Аудитории Всякой Гадости Даются Там Эти все Телеканалы Рекламы И все Прочие Прочие Разные Вещи Ну а Человек К сожалению Так Устроен Вот И поэтому Вот Здесь Еще Вот Это Вот Внутренний Вот Такой Вот Момент Очередной Такой Вот Удар По И так Уже И без Того Несчастным Остатком Еще Каким-то Советского Образования Я вот В Бауманке Еще Подрабатываю Вот Я вам Честно Скажу Бауманка Живет Еще Вот Этой Старой Советской Школой И вот Эти Вот Женщины Там 60-летние 70-летние Это Вот Они Еще Пока Держат Вот Эту Марку Вот Почему Потому Что Они Сами Учились Правильно Строго И Они Так же И Требовательно Так же И Заставляют А наставляют Несмотря Там На свои Нищенские Зарплаты И Мне кажется Что Вот Сегодня Опять же Перед Властью Вот Эта Задача Очень Стоит Скорей Бы Их Всех На Кладбище Списать Скорей Бы Посадить Вот Таких Послушных Которые Будут На Любой Пуг Брать Под Козырек Любую Абсолютно Пургу Внедрять Абсолютно Не Спрашивая Ни Совесть Свою Ни Собственно Нравственность Чего-то Ещё Поэтому Вот Эта Опасность Ещё Конечно Очень Очень Важная К сожалению Сегодня Потому Что Желающие Ну Вот Так Оно Устроено Желающие Найдутся Это Можно Вот Это Можно Всё Вот Кстати Говоря Вот В прошлом Году По-моему Со Шмелёвскими Чтениями Была Такая Жа Ерунда И Я Просто Был В ужасе Когда Почитал Что Там Эти Филологи Что Он Великий Что Он Великий Ну Слушайте Ну Как Вы Ну Если В сорок Первом Году Вермахт Подвязьмой Святой Сергей Заходит Ну Слушайте Он Перечеркнул Все Свои Таланты Данные Ему Вот Все Свои Просто Как Он Может Зачем Почему Почему Это Так Устроено Почему Вы Вот По Каким То Таким Вот Странным Непонятным Вещам Делаете Подобного Рода Суждения И Создаете Вот Эти Самые Культы Но Это Тоже Это Тоже Пример Деградации Это Тоже Пример Вот Того Глобального Нравственного Падения Того Перевернутого Представления Которое Вот Эти 20-30 Лет Уже Отравляют Сознание И Создают Вот Эту Абсолютно Какую-то Психиатрию Абсолютно Ненормальную Общественную Нашу Такую Шизофреническую Какую-то Среду В которой Общество Существует Выхода Два Допустим Если Столь Много Недовольных Я Подозреваю Что Вообще Если бы Это Высшая Политическая Школа Была бы Имени Дугина Или вообще Без имени Или кого угодно Не было бы Такого резонанса То есть Кто-то Наверное Специально Именно Ивана Ильина Поставил Чтобы Достичь Эффекта Ну Хорошо Вот Мне нравится Какие два Мы Значит Общественность Будет требовать От властей Опять же Закрыть Эту школу Ну Хорошо ли это Или переименовать То есть Это определенное Насилие Завтра Кто-то Откроет Там Школу Имени Аркадия Гайдара Условно говоря И будут Требовать Назвать В честь Егора Гайдара Хотя Гайдарский Форум У нас есть Ну Как бы Вот Апеллирование К насилию Свыше Оно Всегда Не очень Хорошо Это Второй вариант Добиваться Открытия Альтернативных Центров Например Красных Демонстративно Красных Красные Вузы Чтобы были Чтобы расширять Внутреннюю Свободу Пусть будет Правый Вуз Пусть будет Левый Вуз Пусть Дети Молодежь Выбирает Куда им Идти Пусть Преподаватели Выбирают Куда им Где им Работать Раз уж Все равно Идет Холодная Гражданская Война Вы За какой Способ Ну Так Не разрешат Не позволят Во-первых Всячески Найдут 158 причин Для того Чтобы ограничить Для того Чтобы Обязательно Включить Какие-то Запреты И все Прочее То другое Интересно А почему Этот центр Например Не назвали Ну Я не знаю Имени Петра Яковлевича Чадаева Тоже Замечательный Ведь философ Но я думаю Что там Наверху Не знают Кто это И вряд ли Вряд ли Собственно Говоря Будет Цитировать Часто Чадаева Тогда И когда Низовут Да Но не будем Забывать Что Николай Павлович Назвал его Сумасшедшим Как-то тут Не очень Получается Такие параллели Можно там Не упоминать Не можно Выписать справку Что здоров Конечно Выписать справку Что здоров Тут Это очевидно Конечно Четко Просчитанная Рассчитанная Акция Не нужно думать Что это Какая-то там Случайность Или еще Прочее Но Мой взгляд Это абсолютно Логически Продолжает Вытекает Из всех Предыдущих Всех этих Вот вещей Вот Потому что Ну Как известно Да Середина 2010-х годов В результате Изменения Международной Конъюнктуры С Западом Перестали Да Общаться И все эти Благие намерения Там Единой Европы От Лиссабона До Владивостока Все это значит Вот Забыли Отложили Нужно было Придумывать Чего-то такое Вот другое И вот Не нашли ничего Лучше Чем вот этого Здорового Консерватизма Завариться В себе И назад Вот к этим Средневековым Правильно Да Это учебник Шестой класс Я напомню Там где феодальную Лестницу изучают Вот там наверху Там король И там значит Потом вот ниже Как это работает Но штука-то в том Что многие вещи Они уже сегодня Реставрированы Они абсолютно сегодня Реставрированы И мы Мы собственно говоря Их можем наблюдать Вот Неравенство перед законом Это важнейший признак Феодализма Он сегодня уже есть У кого-то Одни законы У кого-то Другие законы Поэтому это Это вот идет Все вот Таким спланированным образом И необходимое Идеологическое Обоснование Конечно Тем временем Александр Иванович вернулся Да Я хотел бы сказать Что я вот просто Преклоняюсь Перед такими Смелыми преподавателями Как Алексей Павлович Как Спицын Как Гера Артамонов И другие Которые Вот рискуя Работой И прочим В наше время Фактически Являются участниками Движения Сопротивления Это писалось С большой буквы Движения И сопротивления Годы Великой Отечественной войны Там вот Во Франции Было движение И так далее Вот фактически Отстаивание Правды Истины Сейчас является Движением Сопротивления Это нехорошо Это неправильно Особенно Это неправильно Для страны Которая ведет Борьбу с фашизмом Ну хорошо Вот по поводу того В честь кого назвать Да Ну Самые известные У нас На западе Люди Которых С точки зрения Философии Это два человека Это Ленин и Сталин Их Знают все Философы мира А их тоже Как философов Изучают Это вам Любой дурак Скажет Ну я имею ввиду Философ И Кроме того Они самые Популярные Деятели В русской Истории Сталин На первом месте На втором месте Ленин Даже наш Любимый Негр Он только На третьем Месте Только на третьем Месте Хотя говорят Что он Наше все Да А что же все На третьем месте Значит Поэтому Давайте назовем Подтасовали Результаты Голосования Да Давайте назовем Имени Ленина Или Имени Сталина Да Высшая Политическая Школа Имени Нестора Махно А как звучит Так Иваныч Так надо Тогда фанерку От мавзолея Убирать Ну это же Шок Шок Да И что касается Этого ректора Безбородова Знаете Вот интересный Человек Вот он же Начинал Как историю Партии Вы посмотрите Название его Кандидатской Докторской Ну вот Как не стыдно Людям в глаза Смотреть Детям смотреть В глаза Как не стыдно Ну был бы он Какой нибудь Медиевист Или там Не знаю Навист Ну он был Историком Партии Их было Пять тысяч Человек Пять тысяч Человек Этих Шлемазлов По всей России По всему Советскому Союзу Единовременно И вот Сейчас Он Ильина Защищает Рассказы Рассказывает Ну он то историк Он же должен Все это понимать Не стыдно Я не знаю Может быть у него Детей много И несколько Жен там Теща злая Не знаю Но мне кажется Вот это отсутствие Совести Трусость Гражданская Вот это Нехорошие признаки Нашего времени Поэтому мы должны Бороться За каждый Вот такой Случай За Войковскую Против Маннергейма Против Врангеля Против Ильина Это Наша Святая обязанность Это движение Сопротивления Сейчас историк Превратился К сожалению К сожалению В человека Который Отстаивает Правду Истину То что было На самом деле То что есть История А вот смотрите У Дугина Я точно не могу Воспроизвести У него очень Заковыристо Он так и сказал Что изменился Строй Должна меняться Из история Потому что Историю контролируют Правящие круги Это его фраза Дословно Не дословно Но совершенно точно Передаю смысл Ну а разве В истории Не так было Что именно Правящая власть Мы должны с этим бороться Мы Если мы историки Мы должны с этим бороться А не как этот Безбородов Заниматься Карьерой Мы Потому что Это позор Такие как он Это позор Для истории И еще хочу сказать Значит На самом деле Вот В той же Швейцарии Во время войны Да Была огромная Наша резидентура Да Десятки агентов Разведчиков Шандорада Знаменитый Да Там Венгерский Картограф Кстати Крупный ученый И так далее Но там была И другая резидентура Которая до сих пор Засекречена Ее возглавлял Капитан Федор Федорович Кругликов Который там Шесть лет проработал Много сделал До сих пор Он засекречен И так далее Да Вот герои Который там В Швейцарии Он летчик Даже не профессионал Его наскоро обучили После Испании Послали туда Да Вот настоящие наши герои Такие как этот Кругликов Он там остался без денег Чуть с голоду не умер Ну Не хочу рассказывать Мозги вам Канифолить Ну вот у нас героев Настоящих полно Или Коржев Да Философ Который Молодой парень Эмигрировал А сел во Франции Который Действительно Широко известен Не только во Франции Но в Европе Как философ И так далее Уважаемый Уж гораздо больше известен Чем Ильин Он тоже работал На советскую разведку Как выясняется Был горячим поклонником Сталина Все в шоке были Ну вот так И поэтому я думаю Что Есть настоящие герои Те кто За народную Россию За советскую Россию За советский союз А есть вот такие вот Шлемазлы Которые за Аристократию Которые за фашизм Которые за то Чтобы народ Всегда оставался Быдлом Вот мне особенно Горько Да Что Именно в наше время Когда наоборот Нам надо Страну демократизировать Когда надо Пропагандировать Идеалы Добра Справедливости Социальной Политики Которая у нас Конституция записана Вместо этого Стреляют себе В ногу Вместо этого Занимаются Вот Пропагандой Таких вот Людей Негативных Как этот человек Негативных Во всех отношениях Да Кстати Еще интересно Что Его всю гражданскую войну Чекисты арестовывали Арестуют Выпустят Арестуют Пускали Да Не могли ничего найти Он судя по всему Вообще ничего не делал Да То есть он был трус Еще вдобавок Его арестовывали По 5-6 раз в год Говорят его Ленин там Приказывал отпустить За то что Ценил его Как гигельянца И так далее Ну Пару раз Да Ленин там вмешивался Но Просто Трус Не за что было взять Вот Мельгунов Тот же Да Его действительно Там было за что Там Да Ну Все равно Тоже чепушил У этого Выпустили Уехал Значит Писать свои Гнусные книги А этого Даже не за что было Потом он В эмиграции Стал поливать Всех остальных Что надо силой Что нам Боролся с Толстовством Боролся И даже Бердяев Даже Гиппиус Даже Вот все эти Отморозки Они Были Обалдели От него У Бердяева Есть фраза Зачем нам Чека Именем Бога Чем она лучше Чека Именем Дьявола Да Гиппиус Вообще Про него Такое написало Что повторять Неудобно И я думаю Что Он все время Пытался Деятелем стать Как и Дугин Вот что их еще Сближает Все время Хотел Деятелем стать И он Начал Когда вот После операции Трест Лидер Ровса Это Белогвардейская Главная Организация Кутепов Себя Дискредитировал Тут Англичане Решили Врангеля Вытащить И Ильин Этот При Врангеле Был как бы Умный еврей При губернаторе Да И вот Эта троица Ильин Врангель И барон Фон Лампе Потом который Служил Гитлеру Тоже генерал Да Вот они пытались В это время Что-то там Сделать И вдруг Неожиданно У Ильина Появляются Какие-то Деньги Вообще Смутная История Я думаю Что это Английские Деньги Были И он Начинает Издавать Журнал Русский Колокол Как бы Центр Вот этого Новой волны Вот этой Белогвардейщины Это 27 Год Когда Как раз Англичане Разорвали С нами Дипломатические Отношения Натравливали На нас Поляков Венгров Нам Очень Повезло Это Первая Военная Тревога Но Тут Как известно Вскоре Наши Чекисты Отравили Врангеля Красиным Ядом И он В страшных Судорогах Подох В Брюсселе Да И Кстати Знак Это знак Был Это был Знак Явный Знак И вот Тут Этот Ильин Пролетел Как бы Деятелем Так и не стал Это кстати Не раз Было И в биографии Дугина Он Что-то Куда-то Достигал Потом На чем-то Прокалывался Его опять Мордой Об стол И Дальше НТСовцы Вот это Такая Организация Народный Трудовой Союз Нового поколения Они тоже Стали его читать Он стал их Как бы Идеологом То есть Он у них Был настольный Автор Да А В 38 Году Когда он Перебрался В Швейцарию Там Ему Швейцарцы Тоже Они думали Что за ним Может быть Немцы стоят Что его Специально Подослали И так далее Да Они за ним Следили Довольно Долго То есть Такой Смешной Персонаж На самом деле И Потом уже Когда разобрались Что это Безобидная Козявка Которая даже На жизнь Себе Заработать Не может Они его Оставили в покое Он Боясь Что Швейцарцы Как-то Не так Поймут Открестился От этих Своих Учеников Из НТС Но Интересно Их дальнейшее Поведение Они Стали Нацистами Коллаборационистами Правда Везде Врут Что они Там В конце Войны Там Раскаялись Нет Это Вранье Все А после Войны Работали На Англичан На Американцев И были Главной Антисоветской Организацией С которой Боролись Наши Чекисты КГБшники Которые Может быть Забыли Об этом Я не знаю Может быть Им напомнить Надо Которые Были Просто Продажными Тварями Так Мало Того Что Тварями Как известно Наша Власть Еще борется С главным Злом Человечества С гома Как Называется Да Да Вот это Самое Отвратительное Непроизносимое Запрещенное Российской Федерации Как экстремистская Организация И даже не знаешь Как назвать Чтобы канал Не закрыли Да И вот что интересно Так эти НТСовцы Поголовно Были как раз Вот эти И Да Это Странно Но факт Я даже В советское время Кстати Проскальзывало Но как-то Я Тогда даже Поверить не мог Что может быть Такая организация Состоящая Из таких Нетрадиционных Товарищей Но у них Как-то это все Сомместилось Предательство Нацизм ЦРУ И вот это Занятие И Вот Это его Так сказать Это его Воспитанники Это люди Выросшие На его Так сказать Книгах Да Ну что тут Скажешь Что тут Скажешь Вот не стыдно Этому Безбородову Может быть Я не знаю Может быть Это не настоящая Фамилия Может его фамилия Бартлос Или как-нибудь Иначе Да Пишут Безбородову Александру Безбородову Что его фамилия Вайс Барат Да Может быть И этот Тоже Какой-нибудь Бартлос Да Не знаю Да Но мне кажется Вот просто Будучи историком Партии Надо как-то Да Я понимаю Он мог Во время Перестройки Узнать Массу ужасных Вещей О советской Власти О Сталине Ну чего стоит Тот факт Что его фамилия Оказалась Не Сталин А Джугашвили Матерь Божья И я думаю Что на самом деле Все-таки Совесть Должна быть И поэтому Респект Уважуха Алексею Павловичу Я вот ничем Не рискую Да Ну А вот он Действительно Молодец И молодец Спицын Гера Артамонов И все остальные Которые Действительно Настоящие Историки Настоящие Ученые Которые Борются Не за То чтобы Карьеру Сделать А за Правду За правду И это Настоящие Русские Люди А вот эти Все Чепушилы Шлемазлы Они Враги Народа Александр Иванович Еще раз Спасибо Какие бездны Нелицеприятные Истины Открылись В этой второй Части Выступления Кстати Раз уж Мы упоминали Дугина И Дугин Фигурирует Как директор Центра Вот у него Есть текст Старый Еще очень Называется Ленин Красная Аватара Гнева Процитирую Финал Достаточно Любопытно Ленин Ленин Мобилизовал Нацию На тотальное Потрясение Писал Дугин Да Это было Кроваво Но рождение Предполагает Кровь Чуть далее Пропущу Новое Прочтение Ленина И ленинизма Дело Непростое Вульгарность Простая Ностальгия Или Безрефлекторный Догматизм Также Неуместны Здесь Как и Плоские Штампы Антисоветчиков Кстати Сегодняшние Антисоветчики Это самые Гадкие Вчерашние Советчики Вот прям Об этом Сейчас Александр Иванович Упоминал Новый Ленинизм Должен Будь Прочитан Магически Евразийски Эсхатологически Геополитически Пишет Дугин Ленин Трагический Мощный Ангел Один Из ангелов Апокалипсиса Изливающий На дурелую Землю Грозное Содержимое Финального Фиала Ангел Последних Ветров Ангел Крови И боли Я думаю Пишет Дугин Дальше Что Владимир Ильич Ленин Был малой Евразийской Аватарой Он хотел Остановить Время Открыть Цикл Великого Возвращения Это был Наш Ленин Но он Умер Вы убили Его Вы и я Александр Дугин Красные Аватары Гнева Я Знаете Федор Я не философ Слава Богу И никогда Не хотел им быть Вот Я хотел бы Единственное Что нашим Уважаемым Зрителям Так чисто Человечески Даже просто Сказать Я абсолютно Твердо Убежден Что нам Нельзя Предавать Наших своих Прабабушек Прадедушек Вот Под каким бы Соусом Это не Происходило Потому что Еще раз Повторяю Когда Владимир Семенович Пел Высоцкий Что предатель Он во все Времена Остается Предателем А если У кого-то Дедушки И бабушки Были не Красными А белыми Тогда В центр Ильина Тогда Туда не Предадут Ведь Есть же Такие Люди Их Немало Смотря На чьей стороне Смотря За кого Выступают Если За свои Шкурные Интересы Тогда Да Тогда Наверное Туда Надо Вот Но Это Неправильная Позиция Она Исторически Абсолютно Не характерна Для нашей Страны Для нашей Высокой Русской Культуры Нравственности Это Не тот Идеал Которому Нужно Стремиться Алексей Павлович Синелобов Кандидат Исторических Наук Преподавателем ПГУ Был В нашем Эфире Мы Обсуждали Казус Высшей Политической Школы Имени Ивана Ильина И многие Другие Вещи Которые Для многих Не очевидны Но В них То самая Вся Суть И соль